МОДНЫЕ ПОДИУМЫ БЕЛАРУССИ Для начинающего модельера Анастасии Егоршины это мельница моды первой, да и многие ее коллеги, псевдоним Айгюлия Фило, иголка и нитка слышат в первый раз. Мельница оправдывает свой статус. Площадка для молодых и перспективных. Мне кажется, надо больше открывать себя и делать то, что не то, что коммерческое, то, что продается, а то, что исходит из тебя. Свои идеи выражать более полно и так, как придумаешь. В финале мельницы более сотни коллекций от начинающих авторов. Сама модельера в институтах дизайнерских не обучалась. Всю науку шитья постигала сама и, как мы видим, сумела составить достойную конкуренцию мастерам из профессиональных школ. Скажем, нет ширпотребу, ответим да, интпошиву. Ну, друг к другу встаньте, так один, да, полугодный. Как вы сейчас стоите? Просто облакотитесь с ним? Да, 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 отлично. Приятно видеть, приятно себя удивлять. Когда я знаком с человеком и видя, что он делает, каждая коллекция, каждый какой-то ее творческий опыт. Всегда просто интересно смотреть, интересно наблюдать, интересно этим работать. Хочется удивляться дальше. Одежда коллекции щи-борщи, приглушенные тона и отличные от фабричных формы. Просто оригинальна. Внимание вам гарантировано. Здесь совсем необычная куртка. Она вроде как и рубашка, но в то же время и батник, и куртка. И здесь, ну, интересное горло. То есть его можно, ну, как хочешь положить. И даже если это будет небрежно, то оно все равно выглядит, ну, как будто так и должно быть. Ну, у меня все натуральное, в основном хлопок. Ну, и игра с толщиной тканью. То есть, ну, есть и тоненькие ткани, есть более плотные, есть текстурные. Ну, и что-то такое более объемное, мне кажется. К слову, в последнее время и сам термин «белорусская мода», подразумевающий высокое шитье, превратился в нечто понятное и доступное. Помимо этого появилась куча дополнительных инициатив в плане показов. Это и «Ван Дэй Шоу», это когда берется какое-то одно имя автора-дизайнера, и ему посвящен показ. Есть классные фэшн-маркеты в Минске, где дизайнеры продают свои коллекции просто людям. Ну, там устраивается такая импровизированная выставочка, и там можно купить какие-то классные штуки. Появилось какое-то безумное количество клёвых людей, которые делают аксессуары, корсеты, кардиганы, украшения для ушей. Авторские всё именно с подтекстом на высокую моду, с прицелом на высокую моду. А это значит, что у каждой или у каждого из вас есть возможность почувствовать себя собой. Ведь сколько бы ни говорили о том, что провожают по уму, встречают по-прежнему по одёжке. Одёжка, сделанная специально для вас, в вашем же городе. Чем не вариант? Субтитры создавал DimaTorzok